Здравствуйте, дорогие друзья! В новом выпуске iXBT News Digest мы вам расскажем о новой линейке планшетных компьютеров от Samsung, необычном смартфоне от Amazon, впечатляющей технологией создания антибликового покрытия, расходном материале для 3D-принтеров из пластиковых бутылок, а также о роботе, способном воспринимать человеческие эмоции. Компания Samsung официально представила планшетные компьютеры с экранами Super AMOLED, образовавшими линейку Galaxy Tab S. Экраны Super AMOLED характеризуются разрешением 2560 на 1600 пикселей, контрастностью 100 000 к 1 и обеспечивают покрытие свыше 90% цветового пространства Adobe RGB. Планшеты работают под управлением Android 4.4, дополненные рядом приложений. Планшеты Galaxy Tab S также получили дактилоскопический датчик. Он может использоваться для настройки многопользовательского режима, когда для каждого пользователя формируется отдельный профиль со своими настройками. Камер в устройствах по две. Разрешение лицевой равняется 2 мегапикселя, тыльный – 8 мегапикселей. Основой модели безстроенного модема LTE выступает однокристальная система Exynos 5 Octa, объединяющая два четырехъядерных процессора частотой 1,9 и 1,3 ГГц. А вот в версии с поддержкой LTE используется Qualcomm Snapdragon 800, процессор которого работает на частоте 2,3 ГГц. Объем оперативной памяти равен 3 ГБ, встроенной флеш-памяти может быть 16 или 32 ГБ в зависимости от модификации. Присутствует слот для карт microSD. Планшеты поступят в продажу в июле. Стоимость версии без модемов LTE на североамериканском рынке такова. Galaxy Tab S8 4 – 400 долларов, Galaxy Tab S10 5 – 500 долларов. Компания Amazon представила устройство Fire Phone. Аппарат оснащен дисплеем HD типа IPS размером 4,7 дюйма по диагонали, защищенным стеклом Gorilla Glass. Основой устройства служит однокристальная система с четырехъядерным процессором, работающим на частоте 2,2 ГГц. В конфигурацию входит 2 ГБ оперативной памяти. Доступно две модификации смартфона с 32 и 64 ГБ флеш-памяти. Оснащение Amazon Fire Phone включает основную камеру разрешением 13 Мп. Пользователи смартфона будут иметь доступ к неограничному облачному хранилищу для фотографий. Производитель отмечает звуковую подсистему со стереофоническими громкоговорителями и поддержкой объемного звука Dolby Digital Plus. Интересной особенностью Fire Phone является функция Firefly – способность с помощью камеры распознавать книги, DVD, номера телефонов, адреса, игры и другие объекты. С помощью микрофона она может распознавать звукозаписи. Результаты распознавания будут транслироваться в кнопку «Купить» в магазине Amazon. Важной особенностью устройства является система датчиков Dynamic Perspective. В ее входят камеры с инфракрасной подсветкой. С их помощью аппарат отслеживает направление, откуда пользователь смотрит на экран. Эта информация может быть использована приложениями и играми при формировании изображения на экране. В результате пользователь как бы смотрит сквозь экран смартфона на мир, находящийся внутри аппарата. Устройство уже доступно для предварительного заказа по цене 650 долларов. Компания Corning показала разработку, улучшающую свойства защитных стекол, используемых в мобильных устройствах. Специалисты Corning создали антибликовое покрытие, которое можно будет встретить в серийной продукции уже в этом году. Покрытие наносится на обе стороны стекла. В сочетании с технологией ламинирования без воздушного зазора это обеспечивает практически полное отсутствие отражений. Для демонстрации покрытие нанесено только на круглом участке в центре стеклянной панели. Известно, что первым изделием, в котором используется защитное стекло с антибликовым покрытием, станет трансформируемый ноутбук Lenovo. В 3D-принтере EcoCycle Cube для создания расходного материала используется бывшее в употреблении бутылки из пластика. По словам производителя, для такого материала характерна гибкость и прочность. Доступно 4 варианта – красный, черный, белый и неокрашенный. Одновременно для печати можно использовать материалы двух цветов. Один картридж содержит количество вторично используемого пластика, эквивалентное трем бутылкам. Принтер EcoCycle Cube стоит 1200 долларов. Продажи должны начаться во втором полугодии. Японский мобильный оператор SoftBank Mobile и специализирующийся на выпуске роботов-гуманоидов компании Aldebaran представили робота Pepper. По их словам, это первый персональный робот, способный воспринимать эмоции. Pepper анализирует происходящее вокруг и реагирует. Он обладает средствами, необходимыми для взаимодействия с людьми, включая способность распознавать речь, жестикулировать и улавливать эмоциональную составляющую речи, анализируя ее тональность и выразительность. Кроме того, Pepper умеет шутить, танцевать и другими способами забавлять собеседников. К моменту коммерческой доступности производитель рассчитывает наделить робота способностями к обучению в процессе взаимодействия с людьми. Робот оснащен четырьмя микрофонами, двумя камерами, 3D-датчиком, тремя датчиками прикосновения на голове и двумя на руках, гироскопами, сонарами, лазерными и другими датчиками, помогающими ему перемещаться в пространстве и воспринимать окружающий мир. Pepper будет коммерчески доступен в Японии, начиная с февраля 2015 года по цене от 1950 долларов. На этом все, до следующей недели.